ближайшая суббота это суббота холомоид казалось бы холомоид у нас обычная суббота почему особо она не отделяется выделяется вот у нас было шаббат агадоль как мы помним оно называется тем что в результате того что было в этот шаббат агадоль сыновья Израиля смогли совершить этот акт самопожертвования взятия египетского башка египетских башков это тале как называется огненка или козненка завалять к себе оставить дома подготовить его к тому что через 5 дней они принесут пасхальную жертву вечером дала днисан на тет-ва-бнисан то есть во время схода из Египта это шаббат агдула у нас ожидается в конце в конце праздника будет у нас швейшел песах швейшел песах это говорят как бы как бы она велика тем что это начало перехода Красного моря и у нас есть тоже как бы можно сказать это песах как любой праздник можно сказать это тоже шаббат законы шаббата практически все и в переходе моря шератаям известные высказывания за лива ангвейу говорят что простая женщина видела при переходе Красного моря больше чем то что видел пророк почему-то берет именно хаскель бен бузи потому что все значит пророки в общем-то они близки к Ашему они общаются с Ашемом а все-таки не видят его а вот когда сказано у нас Илья Анвейгу вот это мой Бог есть даже такая книга Германа Вука о открытии Бога то есть видели его очень у Бога такие как бы вот песах сам по себе у нас такие большие как бы огни которые нас окружают подготовка к исходу из Египта шаббата годоль потом у нас вот швишел песах что особенного в ближайшей субботе шаббат холамоед ну во-первых все обращают внимание на то что читают шаббат холамоед читают Широ Ширим ну правда как бы несколько это затруднительно люди ходят в праздник читают это как бы еще добавлено расширяется линия становится молитва Широ Ширима превосходная часть Тары которые можно читать отдельно или изучать на уроках вот тут забавляет ее какое она казалось бы Широ Ширим имеет отношение именно к этой субботе конкретной плюс к тому что еще читают у пророка и Хескеля это предсказание о цамоте вишим о сухих костях но на самом деле все это конечно не случайно и все именно это делает этот шаббат холомоид очень важным и можно сказать центральным местом всех этих событий ну во-первых если мы возьмем в Широ Ширим особенно вторая часть вторая глава Широ Ширим там сказано и вот прошла прошла уже весна и значит появились потом уже значит прошла прошла осень и потом наступила весна и значит уже Римуним и Ницо Римуним то есть Римуним гранаты дали свои первые как бы побеги дали свои как бы проросли и сказано это за мир ну конечно мы уже привыкли к тому что мы не просто очарованы этими прекрасными описаниями мы прекрасно мы знаем что все эти слова Широ Ширим они связаны с и показывают взаимоотношения Ашема и с народом Исраиля и каждый пасух здесь каждая строчка она как бы отражает какой-то очень глубинный момент здесь есть вот во-первых я хочу сказать следующее ощество мы до этого читали раздел Мецора и в раздел Мецора правда так говорят что это Натрикон Месопер Лашонра Ибанкаданцор Цадыч Амцор Лашонамахара Сватхамид Абер и готов чтобы Сватхамид Абер Тов надо говорить хорошие вещи запрещено Лашонара а этот Лашонара он проистекает из как мы знаем из Хэт Адам Ришон потому что Адам Ришон первый который Хапа и Адам Ришон первый который восприняли Лашонара от Нахаша во-первых готовность слушать слова Нахаша это уже само по себе преступление как мы знаем что даже если человек не говорит что-то подпадающего под пределением Лашонара а только слушает это уже самое тут как бы как бы законно-уголовного кодекса и дающие взятку и получающие взятку одинаково несут наказание так и тут тот кто слышит тот кто говорит Лашонара тот кто принимает и слушает а ведь достаточно не просто принимать сказать о какой Лашонара превосходный я сейчас это принял достаточно просто услышать это все это уже считается преступлением и поэтому кроме того Хаббав сказала Адаму Ришону чтобы он ел от этого плода в смысле в чем была Лашонара сказал Нахаш что Ашем не хочет чтобы вы ели от этого плода потому что он знает что когда вы отведаете от него то вы станете ему равны вот этот страшный Лашонара конечно из которого пристегают все остальные грехи в частности Абуда Зара стремление соперничать с Ашемом то что заложено в человеке и потом то что произрастает из этого греха Адама Ришон это то что мы заразились этим Лашонара это какая-то неотъемлемая часть нашей личности здесь многие пороки как болезни которые можно и лечить Адама был очень долгое время мы были носителями этого порока можно сказать генетического порока который как бы не только мы евреи человечество болело этим пороком и поэтому единственный способ излечиться вот этого порока Лашонара это было как бы родиться заново то что произошло мы знаем два момента рождения заново это было во первых потому что когда в Саббат Агадоль сыновья Израиля выполнили предложение Ашема в данный момент и взяли этого Агнеца в себе домой чтобы потом принести его в Кармапесах это было Мессерутнефеш готовность умереть за это и это уже как бы равновелика смерть и рождение заново и второй момент безусловно когда вышли из Египта это и особенно когда прошли Красное море там было как бы понимая что это волны Красного моря могут захлестнуть тем не менее пошли на это и тоже готовность умереть по воле Божьей это как бы это вот еще вот я хотел важный момент сказать что сказано когда мы это читали тоже в Песах сказано есть еще один народ которого Ашем взял из среды другого народа и Медраж проводит аналогию это с действием пастуха который помогает какой-нибудь корове разродиться он достает просто поскольку корова это знаете сейчас для того чтобы женщина родила делают специальные как бы приспособления это очень трудно идет роды ускорить роды ускорить родовы петураль и так далее здесь есть пастух который вот самым выбирает этого неродившегося ищутеренка и все его матери и таким он его как говорят разродил таким образом народ Израиля которого Ашем взял из из чресла этого Египта он как бы родился заново и поэтому он освободился от этого греха Лошонара это извечного какого-то и непреложного греха потом как известно из-за хетаэгель и хетамераглим все эти болезни и несчастья вернулись к нам уже не на уровне какого-то генетического заболевания но уровнем заболевания которое можно излечить чем можно излечить выполнять мисот и изучать старое это излечение освобождения от пороков в любом случае здесь очень важный момент напомним когда Мушарабейну пошел посмотреть на этот горящий куст получая миссию для того чтобы освободить народ Израиля всякого рода у него были вопросы а когда Ашем казалось ответил на все вопросы Мушарабейт говорит говорит я говорит у меня как говорят перевод красное извлечие я не могу говорить вот эта невозможность говорить как отмечает мудрец она как раз является выражением того греха того греха Адама решен которому были все носители потому что Мушарабейну понимал что для того чтобы говорить народу слова веры слова тары он должен так же как и они все измечиться от этого Адама решен и поэтому мы так обычно объясняют что он вот это метраж конечно тоже очень правильный метраж что вот фараон хотел его испытать и он как бы предложили ему два блюда это золотое блюдо и блюдо с горящим углем которые тоже как бы для младенца это было как бы одинаково притягательное зрелище и он значит понимая Мушарабейну понимая что если он потянется к золоту фараон скажет а он умный он опасен значит его бы убили а когда он коснулся уголев и потом значит как будто был на его руках обожглась и он коснулся языка и таким образом тоже языка был поврежден и из-за этого стал квадпэ квадашон это хорошее очень интересное объяснение но то что я говорю я не 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 идет против этого митража это другой митраж как мы знаем закон говорит так никогда не сравнивают два митраж митраж это определенный ход мыслей и поэтому как бы ломакшимы митраж не митраж в одном митраже сказано так в другом митраже сказано так вот почему так в гимаре это правильно когда речь идет о брайтах и брайт и как бы высказывание мудрецов то что называется мимрод это все очень правильно сопоставлять митраж не не сопоставляет в любом случае митраж который я говорю это который я читал это то что Машер Абену понимал глубину тары которые он должен принести народу Израиля и он знал что за счет того что весь народ человечество на самом деле болеет этим проблемой лошонара он не может сказать эти глубокие вещи и Ашем сказано что Ашем рассердился на Машер Абену и понятно почему он рассердился потому что как говорится у нас в армии приказы не обсуждаются если Ашем сказал Машер Абену ты можешь это сделать то очень красиво со стороны Машер Абену что он понимает трудности проблематичности этого задания но надо было понять что Ашем тоже знает эту проблему и что он наверное излечит его до того как он должен будет подняться на гору Сидаревскую учить народ Таре в любом случае как бы свидетельством того что Машер Абену говорил все таки объясняют что Шхина Дибра Мегруно что это не сам Машер Абену говорил а это Шхина он бы как бы оракулом есть такое понятие как бы у греков у тревних народов оракул от слова от слова оральность оральная часть это родовая полость вот он как бы был оракулом он был оглашал да или как бы был скажем инструментом для того чтобы через него Ашем говорил и передавал эти слова но есть и другое объяснение естественно что после того как после того как мы пришли горе Синейской сказано сразу прекратилось воздействие Нахаша Кадмони и снова как бы мы раскрепостились и могли говорить все эти вещи как выражение того что снова мы можем говорить Машер Абену можно говорить эти великие вещи вот Шираширим который является действительно возвышенной богоданной произведением по сути дела как бы продолжением расширением углублением смысла Тары таким образом Шираширим то что мы читаем Шираширим является свидетельством того что в принципе человечество и особенно народ Израиля излечился от этого врожденного греха Лашонара и понятно что поэтому мы перед наступлением субботы читаем этот Шираширим так как бы как лекарство для излечения Лашонара потом сказали что Муамеллах но можно предположить что уже Мушарабейну знал и как бы его состояние раскрепощения от косноязычия Лашонара она как раз и выражается подобного рода в идеях которые заложены в Шираширим там как я говорю особенно во второй части сказано что Авара Став и так мудрецы объясняют Авара Став прошла осень и как будто дальше говорится Ирмиава говорит но мы еще по-прежнему не освободились как бы вот уже прошли все времена которые предсказаны Бритбен Абатарим что по прошествию 400 лет народ Израиля выйдет из-за рабства это как бы не осуществлено но это объясняется следующим образом как мы знаем действительно народ Израиля находился практически в Египте 210 лет если только отсчитывать со времени рождения Ицхака которое было после Бритбен Абатарим так поскользно сказано Кибир Ицхак и Карелла Хазера когда у Абрама Мавина появится потомство тогда начинается отчет находиться в стране Бритбен Абрама и это таким образом вот то что заложено в Ширасирим это претензия народа Израиля что вот все как бы уже все уже как бы все предсказания все сроки прошли а мы по-прежнему еще не освобождены и тут как бы понятно что 210 лет это недостаточно и как говорят наши мудрецы почему 400 лет потому что как мы знаем 4 это как бы это измерение нашего мира а восток запад юг север это 4 а во высших мирах так же как мы знаем что Асиликодыш когда отделяют 10 скажем 10 часть от выражая или десятого животного и приносят ее как трума как возвышение трума от 100 была рим да то есть умноженное на 10 всякая цифра от 1 к 10 она становится поднимается по святости когда поднимается высшие миры а 100 это вообще как бы это выше всего таким образом 400 лет на самом деле народ Израиля должен был исправить предыдущие пороки человечества начиная с хэт Адама решон и потом начиная с момента когда люди начали произносить имя Божие в суе и тогда подобное всего 4 4 периода человечества соответствующие 4 буквам непроизносимые имени Ашема 4 эпохам 4 эпохам человеческого развития так мы говорим что первое там Мисраим потом это было Павель Парас Явар и последнее Тайдом вот это все как говорится надо было преодолеть за эти 400 лет поднять все эти наши проблемы на уровень кодышка тогда бы человечество избавилось от этих грехов а из-за того что мы находились находились всего 210 лет в Египте это получается что 10 это начало третьего порока а четвертый порок так и не излечен как мы знаем четвертый порок это как раз порок Эдома да вот это три царства как я сказал это Мисраим Бавель Яван а четвертый это Эдом а Эдом как мы знаем самый большой его порок это порок Лашонара он не жит поэтому как бы начали хорошо но не успели из-за этого все эти грехи мы тянем за собой до сего момента и нахождение в Галуте оно как бы является за счет того что мы не досидели в Египте в любом случае я хотел просто сказать что вот как бы читая Широширим мы знаем все это превосходно отношения между народом Израиля и Ашемом но прямо мы видим насколько это конкретно относится именно к тому что сейчас происходит в Песах исход из Египта и прямо там в Широширим рассматриваются причины по которым народ Израиля вышел как бы раньше времени должно было их спасти в самом деле должны были находиться в Египте 400 лет находились всего 210 лет и надо было срочно выводить народы Израиля по двум причинам первая причина от нас не зависит это то что наступило время дарования Тары надо было через 50 дней то есть вот шавлот надо было дать всему человечеству Тару чтобы наступил период просвещения человечества и вторая это то что как мы знаем народ Израиля находясь в Египте попал под влияние египтян и воспринял их очень многие плохие качества и поэтому если бы они еще как бы мы еще продолжались бы там находиться то тогда бы это было бы вообще угроза тому что вообще народ Израиля как такового не существовало поэтому надо было нас срочно извлечь оттуда чтобы мы до конца не испортились мы знаем сейчас американское еврейство находится в угрозе в Америке вот этих всех антисемитов и по-прежнему скажем есть какая-то алия люди постепенно доходят но основная масса так сидит синим вот если бы была бы возможность их взять каким-то образом сильной рукой и спасти их оттуда потому что ведь на самом деле так происходит действительно то что написано в Египте происходило это народ Израиля подвергался ассимиляции и принимал дурные качества других народов это как бы это в таре написано написано в таре кто знает вот пожалуйста перед нашими глазами то что происходит в Египте то что происходит в США это именно так как бы ассимиляция уже 20 лет на сад составляла 80% 80% молодых евреев вступили в смешанные браки ушли от еврейского народа а сейчас это близко к 100% то есть когда говорят что демократическую партию поддерживает 85% евреев это как раз те 85% которые на самом деле не евреи в самом случае не исполняющие не верующие ничего не соблюдают вступают в смешанные браки вот это как бы таким образом там в случае Египта поскольку здесь как бы американское еврейство это какая-то часть нации и кстати сейчас не самая большая раньше говорили 6 миллионов евреев находится в Америке но в силу ассимиляции там с трудом осталось может быть до миллиона в Израиле есть правда не тоже не ой-ой-ой в каком хорошем духовном состоянии но все-таки находится 6 миллионов евреев так что в этом смысле мы должны были бы болимся о том чтобы произошло это чудо и вот эти изгнанники которые находятся в Америке которые очень сильно уже набрались от так называемых прогрессистов и там всяких измов иистов чтобы спасти их в последний момент привести народ обратно в народ на Израиль и поэтому к этому прямое отношение имеет как раз пророчество Ихэскеля то что мы читаем пророчество Ихэскеля как раз в этот шаббат холомоет и сейчас говорится о Ацамоте Вишин что такое Ацамоте Вишин высохшие кости это как раз евреи у которых что-то осталось еще еврейское на самом деле они уже как бы не живые но мы знаем что есть какая-то часть в Эскерете в косном образовании человека которая Луз называется которая даже когда все тело уже разрушается этот Луз еще сохраняется поэтому говорится когда Ихэскель по указанию Ашема пришел возрождать эти сухие кости то это чудо о котором пишет Рафа Тайхтлер находясь в Будапештском гетто во время Шоа во время Холокоста он так это объясняет он говорит что ведь там когда Ихэскель Анави пишет о возрождении этих сухих костей говорит о той проблеме о проблеме которая нам была известна что так же как и сейчас когда в принципе Лига Наций и Организация Объединенных Наций в 1948 году подтвердила право народа Израиля на создание государства Израиля на создание как бы самостоятельного государства но очень мало кто приехал кто пришел так же и во времена Корыша как говорят по-русски Кира тоже была царь Кир Корыш по некоторым мнениям это был правнук Эстера Малка сказал что надо возвращаться в Эль-Исраиль и строить Бейт-Амикдаш и очень немного людей пришли туда как бы получается как в свое время я читал вспоминание одного халутца как бы первопроходца в Израиле который сетует на то что вот наконец есть возможность чтобы люди приезжали это было после Первой мировой войны после гражданской войны когда сотни тысяч людей скитались без крова без дома после погромов массового уничтожения тогда и красными и белыми вместо того чтобы пойти в Эр-Исраиль они искали пути уйти в Англию в Америку в любые другие страны представьте себе если бы тогда действительно эти сотни тысяч людей которые были сняты с места Первой мировой войной а потом так называемой Великой Октябрь социалистической революцией устремились в Эр-Исраиль у нас бы сегодня не было этих проблем которые и сейчас потому что тогда бы пришло скажем ну худо-бедно 200-300-400 тысяч евреев из России это были крепкие верующие евреи которые к тому же еще умели боевать имели оружие арабы как известно пришли сюда после того как началось заселение страны Израиля до этого это было место безлюдное никто здесь не хотел жить когда пришли евреи и стали своими руками буквально руками строить эту землю вот они пришли сюда это их притянуло а если бы пришло сюда полмиллиона евреев из России какие бы арабы сюда пришли мы их просто не пустили они были бы нам не нужны мы решили бы все вопросы при обычном уровне рождаемости который был тогда у российских евреев это скажем от 10 и чуть меньше детей на каждую семью мы бы к тому времени когда было бы создано государство израиль в 48 году здесь было бы много миллионов человек но это всего не произошло и тогда я просто возвращаюсь к этой идее которая заложена в книге Хескеля которую мы будем читать в эту субботу возродить сухих костей надо было кто-то который пойдет безусловно несмотря на все трудности там мы знаем в Эротис-Исраэль когда приходили первые поселенцы из Вабилона возвращались обратно в Эротис-Исраэль они там встречали врагов встречали всякого рода провокации и боялись и не хотели а в Вабилоне они устроились как в Америке все было комфортно даже иногда что-то мешало но все-таки по-прежнему было бы удобнее сидеть в своих в своих домах получать свои высокие зарплаты чем идти и голыми руками начинать осваивать землю в стране Исраэля тогда как раз Ашем и сказал Ирмия надо найти людей которые будут готовы это сделать об этом пишет как раз Раф Тайхлер и это известно из Гемары что те кости которые надо было возродить это были сыновья потомки Калена Эфраем которые недосчитали 30 лет то есть они считали действительно правильно возвращение из Галута но единственное что они думали что отчет идет от Брида Бейна Бетари тогда прошло 400 лет а на самом деле отчет шел со временем рождения Исхака еще 30 лет они на 30 лет раньше вышли из Египта не спрашивая не ожидая указания Ашема и там они попали в район Газы там были как бы эти газоватые как мы знаем всегда очень жестокие люди а эти евреи которые вышли из Египта они не были подготовлены к военным действиям поэтому они все погибли но как раз Ашем указывает вот эти кости надо возродить потому что какой критерий того что эти люди выполнят необходимость прихода в страну Израиля они доказали уже тем что они вообще погибли из-за такой как бы у них настолько что воля и желание вернуться к себе на родину даже было прежде чем указание Ашема что надо выполнить то есть это надежные люди и понятно что они точно если их возрождят они будут возрождены они конечно пойдут и освободят страну Израиля представьте себе насколько поразительно насколько это актуально было тогда во времена Ихэскеля Нави во времена Израина Кэми возвращение из Бавилонского плена в страну Израиля насколько это актуально звучит в наше время и так об этом писал Рав Ихас Исахар Тахля известный Гдоль Адор из числа Харейдим который прозрел и он говорит что то что любовь в стране Израиля само по себе является великой ценностью и хотя конечно это недостаточно а правильная любовь в стране Израиля готовность к самопожертвованию должна быть совмещена с подчинением выполнениями гулявы Ашема тем не менее вот видите кого именно Ашем хочет хочет возродить первым делом те люди которые наверняка пойдут в страну Израиля вот эти хеланимы эти сионисты как бы в кавычках потому что конечно тогда это во времена во времена исхода из Египта таких понятий не существовало тем не менее дегрессионист человек который готов пожертвовать своей жизнью ради сионов и таким образом как мы видим все это совпадает пишет дальше те же самые строчки продолжается и сказано это за мир гея об этом пишет Вильямский Гаон в конце 18 века он предсказывает что начиная с 1840 года начнется возвращение в страну Израиля причем это будет сопряжено с войнами в Европе как мы знаем потом начались эти войны Крымская война когда разрушение Атаманской империи которая в счете в 1917 году привела к тому что британская корона король Георг V захватил эту из рук Атамана Атаманской империи обратите внимание никакого палестинского государства никогда не было это была Турция Атаманской империи там турки были в власти турки там жили потом они когда пришли англичане в 1917 году они обратно вернулись в Турцию все эти чиновники все эти паши вот никакого там палестинцев не было в любом случае вот тогда пишет Араф Кук действительно как предсказывал Вильямский Гаон все это произошло и это за мир идея это за мир мы смотрим словарей это соловей да пришло время соловьев да распевает у нас в стране и коль аторни нишма бе арцейну Тур это голубка значит как бы появляются первые голубки голубки которые как бы сейчас только вылупляются наступает весна вылупляются голубки из яиц яйца и эти голубки которые как мы знаем потом приносятся в бейт-мекдаш в качестве жертв если у бедняка нет ничего другого то только хотя бы голубки все это прекрасно и поэтично и не только поэтично но действительно соответствует реальности но после дамма Вильямского Гаона Ираф Кук говорит что это за мир происходит от слова лизамер это подрубать сухие ветки винограда и это сухие ветки винограда в этой аналогии это злодеи которые мешают проникновение солнца вы знаете когда как бы виноградари обрабатывают виноградник они отрубают сухие ветки которые просто застилают солнечный свет от тех частей виноградника которые могут при правильном освещении могут принести хорошее урожание таким образом лизамер это значит вот обрезать эти самые сухие ветки сухие лозы и так объяснял Вильямский Гаон он говорит что это когда происходит это за мир это военные действия то многие многие злодеи как Гитлер мы знаем Муссолини там я знаю все это Бендер и прочие прочие они погибли в результате этой войны освободили много света дали много света для того чтобы можно было делать положительные вещи и вот так на основании этого возникло государство Израиль после того как Божий свет снова как бы снова сиял над этим над этим миром человечество на очень короткое время прозрело дали право народу Израиля иметь свое государство которое имеет основа я говорю это начиная еще с 1917 года и раньше безусловно по словам Тары в любом случае Коля Тор Нишмабе Арцейну Виленский Гаон как раз сказал Тор это это название года Тавреш Тавреш переводится это еврейское еврейское син Тавреш а по как бы по Григорианскому календарю это точно получается 1840 год если посмотреть все эти процессы которые начались с 1840 года сооткновение великих держав начало междуусобных бой так это шло и к сожалению продолжается до сих пор по прежнему эта война продолжается но как ни странно даже в ходе войны даже сегодня большое количество алим прибывает и поэтому с одной стороны это страшно это печально все эти жертвы но с другой стороны надо понимать что народ Израиль растет в этих условиях народ развивается несмотря на все эти трудности как сказано когда мы находимся в Египте что несмотря на все трудности которые были тогда Кен-Ирбеб и Кен-Ифроц по-прежнему увеличивается и расширяет свои как бы границы и возможности вот таким образом получается что этот Шаббат Холамоед это не совсем такой Холь не такие будни а как раз очень величественные идеи которые заложены в этой субботе так я читал что на самом деле так получается мы говорим что 10-го Ниссана надо было взять этого этого теленка этого ягненка как говорят Сэ взять себе домой а накануне исхода из Египта то есть вечером 14-го Ниссана надо было принести самую в жертву и выйти на 15-го Ниссана таким образом получается что если 10-е Ниссана это было Шаббат то 15-е Ниссана исхода из Египта это было Йом-Хамищи как сегодня а суббота это было значит Хамищи-Ши-Ши Шаббат три дня вот получается так что на третий день после исхода из Египта мы отмечаем эту субботу я видел мудрецы пишут так что вот известно что если значит девушка какая-то прошла Геюр то она в течение трех месяцев после прожжения Геюра не может вступать в брак с евреем по такой причине потому что как бы мы не знаем возможно возможно она до этого находилась в связи с каким-то неевреем и через три месяца вот будет уже видно если у нее действительно наступила беременность несет они в себе семя чужого народа или нет если она объясняет это еще и другим способом говорят так так что первый месяц она даже сделала как мы знаем Геюр это очень важный какой-то шаг в жизни человека но тем не менее как бы люди еще не оставляют полностью связи со своим народом это первая стадия первый месяц первый месяц это первая стадия отход от другого народа второй месяц это как бы состояние такого балансированного равновесия ни тут и ни там третий месяц это уже вступление связь с народом Израиля поэтому как бы это цифра три три в данном случае тоже она как бы свидетельствует о каком-то процессе потому что когда Мушарабейну разговаривает с фараоном он говорит что нам народу Израиля надо выйти из Египта на расстоянии трех дней от Египта для того чтобы как бы жить как бы служить Ашему в свободной атмосфере и то же самое эти три дня так объясняют мудрецы говорят первый день уйти от всего что было у нас связано с Египтом второй день это как бы чувствовать себя очищенным но это недостаточно ведь мы должны исход из Египта имеет смысл освобождения от духовного рабства Египта не только от физического и третий день это принятие власти Ашема вот поэтому это должно быть на третий день это произошло в Шаббат когда народ Израиля полностью уже уж уйдя от от египетского влияния всех египетских пороков на третий день он уже как бы полностью устремил свои как бы мысли идеи все было связано с Ашема поэтому это три дня и это как раз выпадает на этот Шаббат как мы видим Шаббат Холомоид это как бы сам по себе величайший праздник Шаббат Шалом дорогие друзья я холомои Продолжение следует...